10 уроков жизни, которые люди усваивают слишком поздно. Наша жизнь удивительна, но в то же время появляется очень много проблем, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно. К сожалению, не существует какой-то инструкции или путеводителя по жизни, который бы мы открыли на какой-то странице, столкнувшись с определенной проблемой и прочитали, как нам найти правильный выход из этой сложной ситуации, какое решение принять. Но есть опыт мудрых людей, которые прожили счастливую, гармоничную жизнь и с удовольствием могут поделиться теми самыми важными уроками, которые они извлекли из жизни. И для нас, для всех хорошая новость, что эти уроки можно использовать прямо сейчас, в любой момент, неважно, что происходит в вашей жизни. Итак, урок номер один. Перемены – это не всегда плохо. Знаете, мы думаем, что любые изменения, перемены, увольнение с работы, допустим, развод или переезд в другой город – это очень плохо. На самом деле, в жизни человека происходят эти ситуации не просто так. И очень часто именно за какими-то кардинальными переменами лежит прогресс и точка развития и роста этого человека. Если вдруг сейчас вы в той ситуации, когда вас уволили, или когда что-то произошло, и вы думаете, что это очень страшно, сейчас эти слова для вас, перемены приведут вас к тому, что через несколько лет вы будете благодарны именно этой ситуации. Когда я в том году попала в больницу с коронавирусом, я тоже думала, для чего это. Но то, что произошло после этих всех событий, и момент именно нахождения там две недели в больнице, он привел к совершенно потрясающим в жизни, в моей жизни результатам. Поэтому, друзья, поверьте на слово, перемены – это хорошо. Второй урок, он очень связан с первым – волноваться – это плохая идея. Мы постоянно переживаем по самым маленьким незначительным вещам и по каким-то глобальным всем болям и страданиям человечества. Мы думаем о том, что про нас кто-то что-то плохо подумает. Мы думаем постоянно о том, что у нас там нет денег. Постоянно думаем про какие-то страхи, переживания, тревоги. На самом деле мы не можем вообще 90% из них контролировать. И самое плохое, что происходит – это вы отдаете этому волнению, этим переживаниям всю свою энергию, которую вы могли бы потратить на более позитивные вещи, на какие-то изменения, положительные привычки. Поэтому волноваться, друзья, бояться – это совершенно бессмысленно и плохо. Третий урок – счастье – это состояние души. Знаете, нам все кажется, что счастье – это равно достижение какой-то цели. Вот мы купим эту машину супердорогую, и мы будем бесконечно счастливы. Вот мы там купим эту квартиру, купим шубу, драгоценности, там какие-то гаджеты, суперновый телефон, и мы достигнем счастья. На самом деле это так не работает. Счастье – это момент, когда вы ловите в своей душе просто благодарность, гармонию, удовольствие от того, что вы живете. И этот момент может наступить прямо сейчас. Главное – найти повод, за что вам порадоваться. А это очень просто. Протяните руку, положите вторую руку на пульс, и послушайте, у вас бьется сердце, у вас есть пульс, значит, это уже прекрасно. Четвертый урок – наши повседневные привычки формируют наше будущее «Я». Как бы, наверное, вы много раз это не слышали, но так и есть. То, что вы делаете сегодня, те привычки, которые внедряете сегодня, они 100% повлияют на то, кем вы будете в будущем. Буквально через год, если вы сегодня внедрите какую-то там важную привычку, откажетесь там от сахара, откажетесь, не знаю, от мяса, от каких-то вредных веществ, от алкоголя, или начнете там заниматься спортом, или гулять, или какие-то другие привычки читать, то через год у вас будет совсем другое отношение к жизни, к себе, поменяется мышление, и появятся другие люди, с которыми вы начнете общаться в жизни. Внедряйте мелкие привычки, и вы через несколько лет совершенно себя не узнаете. Пятый урок. Не позволяйте другим людям влиять на ваше настроение. Но серьезно, человек может не хотеть вас обидеть. Просто у него что-то там внутри, в душе происходит. Мы же не знаем, с чем он сейчас столкнулся, что он переживает. Если он грубо вам ответил, или что-то там не то сделал, или как-то себя неправильно повел, или у него настроение такое, просто не принимайте это на себя. Только вы ответственны за те эмоции и за то настроение, которое есть у вас. И если вы себе в голове держите мысль, что меня ничего не может расстроить, и вообще ничего не обидеть, так и будет происходить в жизни. Шестой урок. Важные люди будут приходить и уходить из вашей жизни, и это факт. Знаете, не бывает, наверное, бесконечно долгих каких-то отношений с друзьями, с какими-то знакомыми. Мы меняем работы, мы меняем руководителей. Люди часто расстаются со своей второй половинкой, а потом через несколько лет встречают другую, и понимают, что это вот он, их идеальный человек, идеальный брак, идеальные отношения. Нужно воспринимать это как должное, что некоторые люди будут уходить и приходить в вашей жизни, и так будет всегда. Седьмой урок. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Перестаньте жить в прошлом, перестаньте туда оглядываться, бесконечно копаться в своих переживаниях, потому что все, прошлое осталось в прошлом. Скажите себе, что да, я беру ответственность за свою жизнь здесь и сейчас, за то, каким будет мое будущее, а мое будущее никогда не будет счастливым, если я не отпущу свое прошлое. Восьмое. Делайте то, что приносит вам удовольствие. Серьезно, это ваша одна жизнь. Непонятно, сколько там ее осталось, да, этой жизни. Что там произойдет в будущем. Нужно делать то, что приносит вам удовольствие. Общаться с теми людьми, с которыми вам интересно, а не которые там перспективные, богатые, или которые могут помочь вам внедриться куда-нибудь в организацию. Ну, в смысле внедриться, устроиться на работу. Находите время на ваше хобби, увлечения. Играете вы на гитаре? Нужно играть. Рисуете вы? Рисуйте. Занимайтесь музыкой. Слава богу, сейчас тонны информации в интернете, когда вы можете проходить какие-то уроки и делать это дома. Не обязательно даже куда-то идти, платить учителям. Это можно делать дома. Нравится вам гулять? Находите обязательно время на прогулке, на приготовление себе какой-то вкусной еды. Нужно баловать себя, находить удовольствие, потому что в этом энергии ваш позитив, ваше хорошее настроение, ваше развитие. Девятый урок, и может быть, с него нужно было начинать. Ваше здоровье – это ваше все. Откажитесь от вредной пищи, откажитесь от переедания. Замените вот этот бесконечный прием пищи прогулкой, каким-то интересным занятием, потанцуйте, повеселитесь. Помните, что то, что вы вкладываете в себя, ваше психическое и физическое здоровье, аукнется вам еще много-много раз. Здоровье – это очень важно. И последний урок. Качество важнее количества. Я думаю, что не нужно даже дополнительных слов, чтобы его объяснить. 100 знакомых нам никогда не заменит одного настоящего верного друга, который с нами и в беде, и в радости. И поэтому цените свое время. Цените то, на что вы тратите это время, с кем вы тратите, как вы это делаете. Помните, что не нужно делать слишком много. Иногда часа-два занятий тем, что вы действительно любите, или с теми, кто вам действительно дорог, гораздо важнее. Каждый день, когда вы просыпаетесь, это победа. И помните, что в любом возрасте, в любое время вы можете поменять свою жизнь и стать совершенно счастливым человеком прямо сейчас. Напоминаю, что нужно обязательно подписаться на этот канал, потому что здесь очень много интересного, мотивационного и полезного. Люблю вас. До новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова